Всем привет! С вами ваш Заграндом. Данное видео мы разбили на несколько серий, в которых объясним, как рассчитать узлы соединений деревянных конструкций. Данная серия будет посвящена именно соединениям с помощью шпиля. И это видео мы разбили еще на два видео, так как бывают симметричные соединения и несимметричные соединения. Эта серия посвящена несимметричному соединению, то есть как делать удлинение стропил, усиление хребтов и яндовы. Мы вам приведем два вида, как сделать данные расчеты для данных узлов. То есть первый вид, мы за вас уже все посчитали, привели все в таблицы, вам нужно воспользоваться только таблицей. И второй, как самостоятельно произвести расчеты с помощью формы. Поехали! Для изготовления узла нам необходимо знать следующее. Какой диаметр шпилек использовать? Какое количество шпилек нам необходимо? Длина нахлеста самого узла. Шаг шпилек. Расстояние от края доски и расстояние между рядами. Мы за вас уже все почитали, привели самые популярные доски. С помощью данной таблицы, ее можете найти по ссылке, указанной в описании под видео. Вы можете сделать удлинение стропил, усиление хребта. Сейчас мы покажем, как. Приведу пример. Возьмем доску 50 на 200. И нам нужно сделать удлинение стропил. Для этого смотрим таблицу. Диаметр шпилек необходимо использовать 12. Количество же шпилек должно быть не менее трех. Это зависит от длины нахлеста. Сам же нахлест делаем не менее 800 мм. Соответственно, и шпилек будет 3. Между ними будет расстояние 350 мм. Если же взять рекомендуемый размер, то нахлест будет 1500. И шпилек будет уже 5 либо 6. И шаг между ними уже будет 280 мм. От края доски отступаем не менее 40 мм. Рекомендуем 50. Далее видим такой столбик, как расстояние между рядами. Где-то стоит прочерк, а где-то цифра. Это обозначает, что где прочерк, шпилька устанавливается в ряд, но не на одной линии, чтобы не пошла трещина. Там, где стоит цифра, мы рекомендуем делать шахматный порядок. Либо в два ряда. Под данным параметром и собираем данный узел. Точно так же и собираем узлы с другими размерами. Данное удлинение срапил мы собрали и установили шпильки в шахматном порядке. Также пробили гвоздями в шахматном порядке. Использование гвоздей мы просто рекомендуем. Далее я вам приведу усиление яндовых либо хребтов. Также по таблице берем, к примеру, размер доски 50 на 200. И нам нужно собрать хребет 12 метров с помощью несимметричного соединения. Для этого мы берем также шпильку 12 диаметра. Расстояние между шпильками берем, к примеру, 350 миллиметров. Далее подсчитываем количество шпилек. Так как длина нам нужна 12 метров. Вычитаем 100 миллиметров от края до края. И делим на шаг шпилек 350 миллиметров. У нас получается 34 шпильки. Их, соответственно, устанавливаем в шахматном порядке. Также рекомендую в шахматном порядке пробивать гвозди. Соответственно, мы собрали данный узел. Также по данной таблице вы можете собрать почти любое несимметричное соединение. Все эти узлы делаются исходя из расчетов с НИП, а также из конструктивных решений. Далее я вам расскажу, как самостоятельно произвести все эти расчеты по СНИПу. Первый этап – это определяем диаметр шпилек. Он должен быть не менее 8 миллиметров и не более 0,25 от толщины соединяемого элемента. И при расчете учитывайте смятие и изгиб самой шпильки. Вы можете посчитать по формуле самостоятельно диаметр шпилек. К примеру, соединяемый элемент у нас равен 50 миллиметров. Это толщина доски. И получается, что диаметр шпилек получается 12 миллиметров. Второй этап – это определяем длину нахлеста узла. Рекомендуемая длина должна быть больше или равна 4 высотам стыкуемых элементов. И считается по данной формуле. К примеру, высота доски у нас 200 миллиметров. Умножаем на 4. Минимальный нахлест получается 800 миллиметров. Третий этап – это шаг между шпильками и расстояние от края доски. Он должен быть равен не менее 7 диаметров шпилек. А от края доски – не менее 3 диаметров шпильки. И рассчитывается по данным формулам. Мы знаем, что диаметр шпилек мы используем 12 миллиметров. Соответственно, умножаем 7 на 12. Получается минимальное расстояние между шпильками 84 миллиметра. Но это минимальное расстояние. И, соответственно, необходимо принимать конструктивное решение. Расстояние же от края доски считается 12 миллиметров. Умножаем на 3 диаметра. И получается 36 миллиметров. Это минимальное также значение. Четвертый шаг – нам нужно определить количество шпилек в узле. Считается это по данной формуле. Пятый шаг нужен, если у вас шпилька находится более чем в один ряд. И расстояние между рядами делается не менее 3,5 диаметра в шпилек. И считается по данной формуле. Приведу пример. Если возьмешь шпильку 12 диаметра, то расстояние между рядами будет следующее. 3,5 умножить на 12. Получится 42 миллиметра. Но это минимальное, еще раз повторяю, значение. Соответственно, необходимо принимать конструктивное решение. Таблицу и полную инструкцию вы можете найти по ссылке в описании под видео. Все эти расчеты делаются исходя из них. Помимо расчетов, необходимо еще учитывать конструктивные особенности данного узла. К примеру, вы рассчитываете по формулам самостоятельно. И у вас получаются либо маленькие значения, либо большие значения. У вас возникнет вопрос, какое же значение необходимо использовать для моего узла. Чтобы правильно принять конструктивное решение, вам необходимо посчитать шпильку на изгиб и дерево на смятие. И после этого принимать уже решение. В таблицу, которую мы привели вам выше, мы эти конструктивные решения уже все сделали. За вас. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok